Парковки, детские и спортивные площадки, ровные тротуары и дороги. Есть в каждом дизайн-проекте, который составляют самарцы для участия в федеральной программе благоустройства. Один из таких – двор по проспекту Карла Маркса, 13. Жители здесь сами следят за порядком, объединились в общественный совет, активно сотрудничают со своей управляющей компанией. Вырастили, ухаживаем, цветы, деревья, газолики. Чтобы сделать свой двор еще красивее и удобнее, подали заявку на участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. В этом году планируют обустроить парковку и детскую площадку. Жители 65-го дома по улице Пензенская весной принимали участие в проекте городской администрации «Поработал отдохни». Провели несколько субботников. Теперь намерены расширить дворовый проезд и поставить спортивный комплекс. Люди сами определяют фронт работ. Свой дизайн-проект показывают представителям Федерального министерства строительства и ЖКХ. И сейчас люди все за, все будут помогать, участие трудовое. Все у нас будет как бы своими силами. В Самарской области в этом году обустроят полторы тысячи дворов. Проведут озеленение, сделают освещение, обустроят парковки, различные площадки для отдыха, игр и занятий спортом. Отремонтируют внутренние проезды. Чтобы благоустройство было комплексным, вместе с работами во дворе планируется проводить и капитальный ремонт дома. Одним из подходов к реализации этой программы, по мнению Минстро, является вопрос синхронизации работ по благоустройству дворовой территории и по приведению в порядок, прежде всего, фасадов. Я уверен, что при поддержке людей нам удастся сделать все правильно, сделать так, как люди сами этого хотят. В этом году для участия в программе «Градская среда» Самарская область получила почти миллиард рублей из федеральной казны, и еще миллиард 200 миллионов поступило из областного бюджета. Две трети этих денег направят на приведение в порядок дворов, остальное – на восстановление знаковых объектов, в частности, реконструкцию площади Куйбышева и четвертой очереди набережной. План ремонта обсуждался с жителями на общественных слушаниях. Жители настояли на том, чтобы был амфитеатр, чтобы было размещать людей для проведения городских мероприятий. Ну, потому что это наша набережная, мы на ней, так скажем, и выросли, и гуляем, и с детьми. По проекту нам очень нравится. Мы готовы потерпеть и шум, и грязь, и пыль, все, лишь бы только все было хорошо. 63-й регион стал пилотным в федеральной программе благоустройства. Она рассчитана на пять лет. Положительный опыт затем будут перенимать по всей стране. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.